26 августа свой 41-й день рождения отметил Маколей Калкин, американский актёр Вундеркинд с очень непростой судьбой. Пик популярности актёра пришёлся на 90-е, когда «Один дома» стал мировым кинохитом. Но уже в 14 лет Маколей Калкин остался неудел из-за однотипности и низких сборов последующих картин с его участием, а также дерзких требований менеджера отца. Кристофер Калкин считал, что его сыну обязаны платить миллионы, а киностудии не желали тратить на гонорары мальчишке львиную долю бюджета. Юный актёр постоянно находился в стрессе, к тому же устал от персонажей, копирующих Кевина Макалистера, поэтому взял паузу в карьере. Почему же перерыв растянулся на годы? Новости о повзрослевшем Кевине поклонников не радовали. Десять лет назад Макалею пророчили скорую смерть от передозировки в случае, если он не возьмётся за ум и не завяжет с наркотиками. Как ему удалось избежать печального финала? Но обо всём по порядку. Если артист чем-то и походил на Кевина, так это наличием кучи родственников. У Калкина было четыре брата и две сестры. Карьера главы семьи Кристофера Калкина на Братвии рухнула, и неудивительно, что как только четырёхлетнего Макалея приметили худруки Нью-Йоркской филармонии, мужчина взял на себя полномочия менеджера сына. Из католической школы ребёнок перешёл в актёрскую, и в середине 80-х дебютировал в кино в фильме «В полночный час». Правда, не был даже упомянут в титрах. Более заметным оказалось участие в сериале «Уравнитель». Ну а главная роль в картине «Дядюшка Бак» стала билетом в мир шоу-бизнеса. Дело в том, что именно тогда Джон Хьюз познакомился с Макалеем на площадке и понял – мальчик будет звездой. Когда в голову Хьюза пришла идея снять комедию о мальчике, которого родители в суматохе забыли дома под Рождество, он вспомнил про Калкина. Справедливости ради пробы всё же устроили, но никто из претендентов не был убедительнее Макалея. За роль Кевина актёра номинировали на «Золотой глобус». Он получил гонорар в 100 тысяч долларов и звание «Ребёнок года». Правда, создателя фильма «Один дома» обвинили в плагиате, ведь годом раньше вышла картина «36-15» от Деда Мороза, повествовавшая о том, как мальчик оборонял дом от Санты-социопата. Однако до популярности американской комедии французскому триллеру было далеко. Через год Калкин сыграл одного из главных героев в драме «Моя девочка», за что получил миллион долларов. При этом комедия «Поймёт лишь одинокий» с участием Макалея провалилась в прокате, а триллер «Добрый сынок», где он резко изменил амплуа, не снискал одобрения критиков. Зато «Один дома 2», потерявшийся в Нью-Йорке, окупился и принёс актёру рекордно большой гонорар в 4,5 миллиона долларов. Здесь-то и начались проблемы. За предлагаемые сыну однотипные комедийные роли Кристофер Калкин требовал миллионы, что не устраивало руководство киностудий. При этом за фильмы «Наравне с отцом», «Повелитель страницы» и «Богатенький Ричи» артиста номинировали на «Золотую малину». То ли его огорчило попадание в список номинантов на антипремию, то ли надоело играть похожих друг на друга героев. Но Макалей заявил родителям, что подустал от съёмок. Мама, Патриция Брентрап, поддержала Калкина-младшего, а вот папа настаивал на том, чтобы сын продолжал работать. В итоге родители разругались в пух и прах. На фоне семейных распри и карьера подростка застопорилась. Повлияли и скандалы продюсеров с Кристофером, и тот факт, что в образе капризного ребёнка 14-летний Макалей уже выглядел нелепо. В любом случае, Патриция заключила, что это горе-менеджер виноват в проблемах юного дарования, и отсутила у мужа опеку над детьми. По слухам, мама экранного Кевина Макалестера страдала неврастенией, а отец отдалился от детей после истории с судами. «Все всегда неверно понимают, что я освободился от родителей. Я вычеркнул их имена из страстового фонда законным путём и нашёл исполнителя, который смог бы присмотреть за моими финансами в случае, если кому-то захочется кусок этого пирога. Но потом оказалось, что я развёлся с родителями. Я просто считал, что делаю всё правильно. «Вычеркиваю папина и мамина имя, чтобы моё мнение ни от кого не зависело. Когда я так поступил, всё закончилось в разы быстрее», – отмечал актёр. Макалей чувствовал себя брошенным и одиноким, и поддержку обрёл только в романтических отношениях с подругой детства Рэйчел Майнер. Влюблённые поженились, когда им было по 17. Пришлось просить письменного разрешения от родителей. Как часто бывает, юношеский брак просуществовал недолго. Через пару лет супруги разошлись. Весной 2002-го Калкин начал встречаться с Милой Кунис. Актриса была рядом, когда в семье Макалея произошла ужасная трагедия. В 2008-м старшую сестру артиста Дакоту сбила машина, и на следующий день она скончалась в клинике от полученных травм. Через два года на Калкина обрушился новый удар судьбы. Мила Кунис рассталась с ним. Лишь через шесть лет актриса призналась, что у неё было несколько причин для разрыва с возлюбленным. Он был суперпопулярным, вспоминала звезда начала отношений с Макалеем в программе Говарда Стерна. С ним нельзя было ходить по улице. Когда фанаты его видели, то кричали как сумасшедшие. Поклонники просто не знали, как реагировать. Но это нельзя было назвать нормальной реакцией на знаменитость. Она была неадекватной. Мила признавалась, что вела себя глупо, и только после расставания осознала, ей просто нужно было время, чтобы разобраться в себе. Если Кунис разрыв показался болезненным, то для Калкина всё вылилось в глубокую депрессию. В сети появились снимки нетрезвого Макалея, а потом по миру разлетелись слухи о его наркотической зависимости. В 2012-м американские таблоиды сообщили, что звезда комедии «Один дома» превратил квартиру в наркопритон, и если продолжит в том же духе, то едва ли проживёт дольше полугода. Представители актёра назвали статью выдумкой и заверили, что с Макалеем всё в порядке. Однако новости о смерти артиста появлялись в сети с пугающей периодичностью, что заставляло поклонников беспокоиться. «Я играл с огнём, наверное, так лучше всего будет выразиться. В то же время я никогда не был в рехабе или похожем месте. Мне никогда не приходилось чистить себя», – описывал былую зависимость Калкин. В 1991-м Макалей снялся в клипе Майкла Джексона «Black or White» и с тех пор стал желанным гостем в особняке певца. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, актёр считал поп-короля близким другом и не раз выступал на стороне защиты в суде, когда Майкла обвинили в расстрелении малолетних. Уже после смерти музыканта вышел компрометирующий фильм «Покидая Неверленд». Создатели картины уверяли, что Майкл их домогался. Так как Калкин был ещё и крёстным отцом детей Джексона, обвинения напрямую касались его близких. «Он никогда и ничего мне не делал, и я не видел, чтобы он кому-то причинял вред. Сейчас, особенно в это неспокойное время, у меня нет никаких причин что-либо скрывать. Этого человека уже нет с нами. Если есть подходящий момент, чтобы высказаться, то он именно сейчас. И я говорю это не потому, что хочу казаться модным. Если бы мне было чем поделиться, я бы это сделал», – подчёркивал Макалей. В нулевые дела актёра оставляли желать лучшего. Роли в клубной мании, сексе на завтрак и неправильном Феррари не смогли воскресить кинокарьеру. А основанная им пародийная рок-группа The Pizza Underground не раз освистывалась публикой и распалась в 2016-м. Прогресс наметился, когда Калкин начал активно сниматься в рекламе, эксплуатируя образ повзрослевшего Кевина Макалистера. Запустил своё шоу «Банни Иос» и завёл аккаунт в соцсетях. Удачным экспериментом оказалось участие в фильме «Земля перемен». А съёмки в 10-м сезоне «Американской истории ужасов» заставили зрителей поверить, что Макалей реанимировал карьеру. Белая полоса наступила и в личной жизни актёра. В 2013-м в «Звёздных кругах» говорили о его связи с Джордан Лейн Прайс, которую многие сравнивали с Милой Кунис, однако отношения не продлились долго. Зато роман с Брэндой «Сонг», игравший вместе с Калкиным в «Земля перемен», не только спас артиста от пагубных пристрастий, но и заставил задуматься об отцовстве. «Мы с Брэндой хотим завести ребёнка, много практикуемся в этом деле», – признавался Макалей в прошлом году. Старания пары привели к ожидаемому результату. В апреле 40-летний Макалей стал папой. Символично, что дочку он назвал Дакотой в честь погибшей сестры. Похоже, поклонники могут спать спокойно, кумир детства снова в строю, снимается для обложек журналов, играет в кино, а главное – обрёл семейное счастье. Остаётся лишь ждать, когда актёру выпадет шанс исполнить роль, способную затмить Кевина Макалистера. С учётом, как часто мы вспоминаем этого героя под Новый год, это будет непросто. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и поставьте лайк, в следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!